Углическая телевидение Летом у детей пора отдыха, но мальчишкам из юношеских команд «Чайка» не до него. Ведь именно на лето приходится пик соревновательного периода у ребят. Посмотрите, как они тренируются. У них соревнования проходят в два этапа. На первом этапе они должны были выйти в финальную подгруппу. И мальчишки «Чайки» с этим справились как нельзя лучше. Младшие юноши заняли второе место в своей подгруппе, а средние первое. И в командном зачете у них первое место. Великолепный, превосходный результат. В первую очередь мне хочется сказать, что подготовительный период, весь результат, который показали ребята, конечно, определился в подготовительном периоде. Они очень много тренировались, использовали. Мы спортивный зал во Дворце культуры, который нам предоставил Дворец культуры с помощью детской спортивной школы городской. Также использовали площадки стадиона. И была заложена неплохая база. Подготовлен был основной состав двух команд. Ну и сезон мы начали, в общем-то, довольно успешно. И в нашей подгруппе были команды специализированные классы, такие как «Сатурн», «Город Рыбинск», «Кабельщик». И игра показала, что, в общем-то, мы им не уступаем даже лучше. И итоги предварительно турнира показали, что мы в клубном зачете опередили «Сатурн» на 4 очка. И «Кабельщик» еще больше, там очков на 10. И сейчас мы вот в преддверии идет подготовка к финальному турниру, который начинается 2-го числа. Первый тур, первый тур. Мы встречаемся с командой «Переславль». И наша задача, конечно, успешна. Мы сейчас, в общем-то, в лидирующей группе. И у нас все предпосылки занять обоими составами первые места. По крайней мере, мы будем стремиться к этому. Ребята настроены, уделяют очень много времени. Неплохую поддержку в этом плане оказывают и родители, которые следят за подготовкой ребят, за посещением их тренировок. И, в общем-то, у нас с ними, ну, хотя, может, и не со всеми, такой тесный контакт, но я чувствую, что они, родители, очень добросовестно и внимательно относятся вот к этим проблемам. Ну, проблемы у нас с начала сезона какие возникли, это, конечно, как и во всей стране, во всех отраслях, это финансовая проблема. Ну, мы постарались где-то с помощью, значит, и профсоюзного комитета часового завода где-то немножко выправиться, хотя мы сейчас и по транспорту, ну, по всем, в общем, показателям финансов мы находимся сейчас в долгах. Когда рассчитаемся, мы еще не знаем. Ну, к концу сезона, может, кто-то нам поможет. Ну, по форме мне хочется отметить, что нам очень-очень помогли, значит, Дельта, особенно хочется поблагодарить в лице Ергунова, замдиректора АОЗТ Дельта, которые, в общем-то, целиком одели команду, приобрели хорошую качественную форму, мячи, и, в общем-то, способствовали хорошему результату, именно хорошее настроение обстановки в команде. Ну, среди ребят мне бы очень хотелось отметить, всех хотелось отметить, но и среди всех, в общем-то, по-маленьким, и капитан команды Егоров, Евгений, который считается, в общем-то, в области одним из лучших игроков в этой областной группе. И вот в том году он признавался на турнире лучшим игроком, и в этом году выступает очень прилично. Также Саша Лебедев, и Факанов Сережа Вратарь, очень хороший, который показывает стабильную, уверенную игру. Орлов Вася, Никольцев, Женя, ну и ряд других ребят. Но особенно успешно у нас в этом году выступает команда средних юношей. Они безоговорочные лидеры в своей подгруппе. И очень много забивают, показывают интересную, красивую игру. И там, конечно, ведущую роль играют такие ребята, как Денис Незговоров, который забил 14 мячей в предварительном турнире. И Миша Коновалов, забивший 9 мячей. Ну и, в общем-то, душой команды является капитан Мирошник Саша, опорный полузащитник, который цементирует игру всей команды. Большую помощь в результате в этом году у нас первый сезон выступает вратарь Немакин Дима, который внес большую уверенность в игроков. И они, в общем-то, заиграли более уверенно, надежно. Очень мало пропускают и прекрасно относятся к тренировкам. Также хочется отметить Ергунова Андрея, Вавилова Андрея, которые, в общем-то, уже не первый год выступают в команде, являются старожилами ее. Ну и в заключении мне хочется надеяться, вернее, на поддержку и болельщиков на финальном турнире. И думаю, что мы не оправдаем надежды и города, и достойно выступим в областных соревнованиях финальной ее части. Ребята, вы являетесь костяком своих команд, младших и средних юношей Чайка. Что для вас в футбол? Вы можете в двух словах ответить? Мне нравится эта игра. А вот подскажи, ты хочешь стать настоящим футболистом или это просто увлечение? У тебя какие-то другие планы на будущее? Я думаю, это просто увлечение. А у вас? Ну, мне тоже нравится футбол, даже очень нравится. Ну, это, можно сказать, мое увлечение, но я хотел бы продолжить это. Плохо, что вот скоро надо будет учиться уже, все, потом с футболом. Ну, конечно, я хотел бы стать, чуть подальше продвинуться, но это слишком уже мечты футбольные. Ну, я же у нас в Ярославе, там уже есть специализированные спортшколы. Ну, да, я вот если буду учиться в Ярославе, я постараюсь там что-нибудь попробовать сделать. Ну, слишком трудно будет. А вы вообще знаете, насколько тяжела спортивная жизнь? Да. Вы имеете представление, да? Да. И вы готовы, в общем-то, испытывать трудности, лишения, соблюдать режим? Готовы? Готовы. Конечно, готов. Вы занимаетесь только футболом или у вас есть какие-то другие увлечения? Ну, есть, баскетболом увлекаюсь. То есть ты для себя еще не определился, да? Да. А у вас? Футбол, баскетбол поиграю там в школе. Еще там теннис иногда. Ребята, сейчас лето, пора каникулы, надо отдыхать, загорать, купаться. Но вот сегодня воскресенье, я вижу, вам не до отдыха, вы все в занятиях, так скажем, вы все в тренировках. Это не сложно? Нет. Да не очень так сложно. Нет. То есть нормально, да? А как у вас с учебой дела обстоят? Вы нормально учились? Скоро учебный год начинается? Или у вас есть проблемы какие-то? У меня никаких проблем нет, я без троих учусь. У меня даже никаких проблем нет. У меня нет никаких проблем. Может, футбол помогает в этом. Что ж, спасибо вам. Вот так живут и существуют в нашем городе младшие и средние юноши команды «Чайка». Позади первый этап, впереди самые ответственные областные соревнования. Что ж, мы все надеемся, что подопечные Владимира Васильевича Фарутина не подведут наш город и выступят достойно. И нам будет чем гордиться. А вам всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»